Подскажите, пожалуйста, у вас электроэнергия восстановлена? Здравствуйте, в контактном центре Россети Сибири меня за... Остановили, спасибо за обращение. Контакт-центр Россети Сибири рвется от звонков. За несколько суток сюда поступило свыше 4000 обращений от жителей края с сообщениями об отсутствии электричества после урагана. Небывало силы ветер стал причиной технологических нарушений на энергообъектах. Такого ветра в крае не было больше 40 лет, а таких последствий для энергетики никогда. Повреждения были и на больших линиях 110 кВт, и почти во всех селах на распредсетях 0,4 кВт. Во-первых, больше всего пострадал Троицкий район, Заринский район. В Заринском районе у нас отключалась крупная городская подстанция, был обесточен весь город Заринск, но наши энергетики очень быстро восстановили электроснабжение по резервной схеме. Соответственно, потребители, в принципе, особо не пострадали, не разморозили ни котельные, ни объекты социально значимые. К некоторым линиям электропередачи было просто не проехать, из-за упавших деревьев, преградивших путь. Прежде чем приступить к ремонту, нужно было расчистить дорогу и трассу линии. Это Первомайский район. Здесь бригада из соседней республики Алтай, которая приехала на помощь коллегам, восстанавливает линию 10 кВт. Это обрыв проводов, это срыв изоляторов, то есть получается, ну, бывает еще и злом опор, но здесь на этой линии немножко нам повезло, опоры стоят, только обороны провода. Ну, я думаю, в среднем где-то с выполнением технических мероприятий, необходимых для безопасности работ, ну, это займет где-то 5 опор, ну, 2-3 часа. В аварийно-восстановительных работах участвовали 329 бригад, а это 1226 человек и 550 единиц техники. Работали на все территории края. Чтобы запитать на это время социально важные объекты, использовали передвижные резервные источники снабжения электроэнергией. Нельзя подходить ближе 8 метров к проводу, потому что электричество растекается по земле. Однако, если вы все-таки попали в зону поражения, лучше отходить шаркающим шагом. И ни в коем случае не переступать провода. Сейчас все линии электропередачи работают в обычном режиме. За эти сложные несколько дней специалисты вернули свет в 577 населенных пунктов Алтайского края, чему большинство жителей, конечно, благодарны. Я хотел выразить вам слова благодарности за воскресенье. Хоть поздно вечером, но нам свет сделали. Мы уже, ну как, поздно уже, как бы, думали, никто не работает. Приехали, свет сделали. Большое вам спасибо, честное слово, от души. Местные жители не только благодарили, но и старались помогать бригадам. К примеру, привозили теплый чай. Все ради того, чтобы работы не останавливались и шли с комфортом. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.